Не досмотрели, не обратили внимания и отмахнулись. Такое отношение к взрослых подросткам очень часто приводит к тому, что несовершеннолетние нарушают закон. Чтобы этого не происходило, в республике ежегодно проводят акцию «Дети и семья». От слов к конкретным шагам. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в республике на особом контроле. Координаторами в этом вопросе являются Минобразование, Минтруд, Минкультура, Чувашия. Особую помощь оказывают общественные организации. Председатель Здоровой нации Кирилл Лукин рассказал о том, что многие их проекты эффективно работают много лет. Благодаря киберпатрулю в социальных сетях удается блокировать сайты, рекламирующие запрещенные вещества. Кроме того, Здоровая нация взяла под опеку несовершеннолетних, стоящих на учете. В течение полугода-года все наши подростки находятся всегда в паре с куратором. У нас есть отличные результаты. У нас 8 подростков реабилитировались практически, я сказал, наверное, на 5 с плюсом, если говорить, да, вот по школьному, там, студенческому. Потому что 8 подростков, один даже из них закончил на отличный четверть. Пока охватываем только город Чебоксар, мы планируем на следующий год уже охватить ближайшие районы. Уже проектом заинтересованы соседние регионы, то есть Казань, МРИЭЛ, Нижний Новгород уже планируют у себя тоже открывать подобный проект, поселим себя на базе своих институтов. Участники движения находят время, чтобы вечерами заходить в места, где особенно любят отдыхать молодежь, в том числе и кальянные. Вывод они делают не очень утешительный. Для несовершеннолетних там нет никаких запретов. По итогам совместных с органами власти рейдов, владельцы 48 кафе привлечены к ответственности. Ребятами надо заниматься, это понимают все участники акции. Потенциал есть. Педагоги, тренеры, психологи. Они должны помочь детям найти свое место в жизни. В рамках круглого стола наградили подростков, которые приняли участие в республиканском конкурсе граффити, фото и видеоматериалов, заглянив в свое будущее. Один из победителей – студент Артемий Никифоров. Он точно знает, на что можно потратить свое время, да еще и заработать. Картошку выкапывал, как пилил, как на тракторе ездили, как помогал собирать картошку, красили. Роликами я хотел сказать, не имея профессии, можно зарабатывать. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов, Республика.